Российское министерство обороны обнародовало это видео, на котором, как оно заявляет, показаны авиаудары по объектам исламского государства в Сирии. Однако правозащитные организации утверждают, что в результате российских ударов погибли по меньшей мере 30 мирных жителей в городах Хомс и Хама, которые контролируются не исламским государством, а умеренной сирийской оппозицией. Министр обороны Эштон Картер назвал позицию России противоречивой. Подобные действия российской стороны являются непродуманными и приведут к обратным результатам. Россия утверждает, что удары были нанесены по боевой технике, командным пунктам и транспорту боевиков исламского государства. Все сказано Российским министерством обороны. Не слушайте Пентагон относительно российских ударов. Разногласия между Россией и США начались еще до нанесения ударов. По словам представителя США, российский генерал пришел в американское посольство в Багдаде, объявил о предстоящем начале удара в Сирии и попросил, чтобы авиация США освободила воздушное пространство в Сирии. Это не то, чего мы ожидаем от профессионалов в вооруженных силах России. Но критики из республиканской партии говорят, что такое поведение вполне ожидаемо, учитывая стратегию президента Обамы в этом регионе. Эта администрация сбила с толку наших друзей, воодушевила наших врагов, приняла чрезмерную осторожность за осмотрительность и заменила риски действия опасностью бездействия. И теперь на обломке ближневосточной политики этой администрации ступил Владимир Путин. По мнению аналитиков, в результате действий России такие члены коалиции, как Турция и Саудовская Аравия, могут попытаться нейтрализовать то, что они рассматривают как усилия по укреплению власти президента Сирии Башара Асада. Возможно, мы увидим, как эти страны активизируют усилия своих игроков в Сирии, чтобы противостоять действиям русских. Пентагон говорит, что коалиция продолжит наносить воздушные удары по позициям исламского государства в Ираке и Сирии.